Всем панки хой, пацаны и девчата! Сегодня у нас будет обзор на CD-диск группы гражданской обороны, альбом Реанимация. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Альбом был записан с марта 2003 года и до июня 2004 года в Гроб Рекордсе. Альбом по счету 22-й студийный и считается второй частью диалогии «Долгая счастливая жизнь». Диалогия, что означает соединение двух паразаических или драматических произведений, связанных между собой общностью сюжета. После довольно долгого творческого умолчания с 1997 года «Гражданская оборона» не выпускала альбомы со своими песнями. Егор Летов создал цикл из 28 песен, которые он сравнил с мини-оперой наподобие альбомов «The Wall», «Pink Floyd» и «The Lamb Lies Down on Brighter» Источником вдохновения послужило попадание Летово в реанимацию, а тематикой – экстремальное и пограничное состояние человека. Однако выпустили альбом 24 мая 2005 года из-за долгого оформления. В формате сети вышел под лайбом «ОО», «Вонер», «Чапали» и, конечно же, «Местерри звука», а в 2016-м под «Выргород» под номером 145. И, пожалуй, мы начнем с рецензии Максима Семеляка в журнал «Афиша», что он говорит про альбом «Реанимацию». Итак, читаю. С выходом «Реанимации» замыкается круговая оборона. Десять необстрелянных букв на манер заграда отрядов прикрывают тылы и фланги, образуя кольцо, в которое не могли стянуться ключевые прошлогодние слова. Долгая счастливая жизнь. Модель мира, находящегося в состоянии непрестанной мобилизации, завершена. И масштаб ее, по-моему, феноменален. «Реанимация» и «Долгая счастливая жизнь» едва ли могут быть признаны альбомами определенных годов либо дикат, поскольку, по сути своей, являются саундтреками не к местному времени, а к чему-то более продолжительному. Два диска так или иначе связаны между собой по першащему гитарному звуку и кроваво-красному словцу, ну а «Реанимация» падает чуть более глобальный и командный голос. И ебаный кофе из машинского кафе теперь заваливает собой целое небо. «Передовица» и «Реанимация» — это фантастический приговор. Миром правят собаки. «Передовица» — это одновременно пронзительная и отдохновенная композиция «Капельница» — «Солнца не спящих». «Стало быть, меня настигло новое солнце. Просто у меня случилось новое солнце. Что-то во мне настало, возникло, схватило, поймало. Во мне проснулось, очнулось, забилось. Ко мне пробилось солнце всех не спящих». Акустическая противотанковая исповедь. «Люба, братцы, Люба». «Болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила». Вариант немного известный в исполнении Зиновия Герта. И это, собственно, заглавная песня, о которой чуть позже. ДЗЖ и реанимация, повязанные темой войны. Вновь поднялись из окопов в свой последний отчаянный рост. Здесь даже птицы не поют, и белые солдаты улыбаются среди обязательной войны. Так в ДЗЖ. В умах, роддомах и домах идет беззвучная война. Болванка в танк ударила, и раненой собаке бредит командир. Так в реанимации. Даже в ванной комнате можно смело рыцарей из сумки заведенно стоять на часах. Даже проказливый, прижимистый, замерленный серфой инструмента. Песня Барсука звучит грозным маневром, как будто Барсук выходит на ходу душить собаку. С одной стороны, продолжается великое противостояние ГО. Всем законным и азбукам добежит, как и было сказано, слепой победит ничтожный. Продолжается парад отчаянно-ветряных фантомов. Родине, вечной весне, долгой счастливой жизни и штрафбатом, луноходом. Торяд, непобежденная страна, скорость мира, до солнца всех неспящих. Однако реанимация это не просто перметный бунт. Галпфтвахты против превосходящих сил противника. С каждой весной обороны растет вглубь, вкось и вширь, на звуковом уровне. Эту деденцию символизирует рассветный электрогитарный заплыв в финале собак. Война УГО запущена куда-то в небеса. Она становится чем-то нездешним. Летов сам как-то говорил, что это не война, а сны о войне. ТСЖ и реанимация это видение, озарение, галлюцинации. Сны в кленовой роще, миражи, порой бред, а иногда мечты. Сыворотка летовской правды переходит в нечто большее и радужное. Пьянющую сому. И белых солдат тревожат разве что голографические соловьи. Герои ГО неуловимые мстители. Мстящие за что-то столь же неуловимое. Очевидно только так, через прузму из сна и мечты, можно сообщить что-то одновременно наносное и нелживое о войне. Так умеет ценимый Летово устуриться. Однако Летов не был бы Летовым, как бы не сообщил, что бывает на стыке сказки с реальностью. Что на самом деле происходит, когда семь шагов за горизонт сделаны и небо становится ближе некуда. Затянувшийся крик души всегда рано или поздно приводит к непрозвольному стону тела. Главной песне пластинки к реанимации. К ней применимы летовские же слова и соседние песни. Постигая такое, что не хочется жить. Реанимация самое горькое сочинение Летова. И возможно самое совершенное его творение. Реанимация не продохнуть какая вещь, пьющая с гвоздка альбома. Своеобразное излечение от метафоры, в отличие от ранней летовской песни под названием «Эксгумация», от реанимации телесно-кровеносно и лимфантично-болезненно. Со светом в конце смертного тоннеля. Летов научился петь так, словно имеет ввиду сразу всё. Реанимация и ужас, и радость, и великая депрессия, и вынужденная эфория, и возвращение с того света, и одновременное в него погружение. Она топчется на болевом пороге открытий, переступает его. И, впрочем, больше я об этой песне говорить не буду, поскольку это удел уже не критика, но сталкера. Добавлю только, что гитарист Чесноков спаривает в воздух между немного словным куплетом совершенно чудовищно по напряжению соло. Благодаря новому диску, белые летовские афоризмы житейского самодетства нас разрешут на части и намажут на хлеб. Асфальтовый завод пожирает мой лес, майор нас передушит всех подряд. Складывается в единственное верное понимание сложившейся ситуации, которая и выражена в последней песне альбома. Нас поймали на волшебный крючок. Всех нас поймали на волшебный крючок. Это основополовагающая уступка Летова, ключ к альбому, а может и вообще ко всей деятельности обороны. Волшебный крючок – это и есть вечная награда, это и есть радость навсегда, как было сказано в самой бодрой композиции ДЗЖ. Песня о большом прожорище. Речь в данном случае идёт не о примирении с жизнью, но о её понимании. Как ни странно, чем больше понимаешь, тем яростнее кричишь. «Хуй на всё на это и в небо по трубе». «Хуй на всё на это и в небо по трубе». «Хуй на всё на это и в небо по трубе». Одно другому только в помощь. Об этой полномасштабной догадке, кажется, писал Розанов. «Жизнь есть уступчивость. Жизнь вообще есть кое-что, а не нечто». Короче говоря, едва ли мы уже прорвёмся на другую сторону. В конце концов, Джим Моррисон давно уже умер у нас на глазах. Поэтому всё, что нам осталось – шанс проснуться на другом берегу. Время излучения альбома – 52 минуты 40 секунд. Всего треков 14. Но если не считая «Солнца не спящих», то всего 13. Песня собаки была написана во время блока новостей, где сообщалось о течении войны в Ираке. Происходящее было настолько символично, многозначно, что песня возникла мгновенно. Ключевой фразой явилась всплывавшая в памяти цитата из песни «Бытия» Теда Хьюза. «Ну кулаков не стало, но рук не стало, но ног не стало. Чуть он пошатанулся. Пришёл запоздалый ответ. Собаки рвали его на части. Он был картонным зайцем на игровом поле. А жизнью владели собаки». Песня «Беспонтовый пирожок» по сути не считается народной, по сути она считается нашей песней. Песня представляет собой подслушанные сетенцы и всяческие правды матки, как от нас самих, так и от нашего окружения, персонала. Шофёров, звукооператоров, работников гостиничного сервиса. По идее, песня могла быть бесконечной, поэтому и окончательного текста её нет. Просумку образ и летва в изменённом состоянии сознания. Реанимация. И песня, и альбом написаны после очередного посещения Егора Летова в реанимацию. Или прямо в больнице. Ему приходилось время от времени отцеплять капельницу и выходить в коридор. А там трупы лежат, замотаны, в простыни свалены. И это не то, что тривиально, а какой-то процесс обыденности. Был там один солдат, он перед смертью говорил нечто сродни великой поэзии. Про раненых собак, про командира, про светящихся тополя с пухом, которые летят до горизонта, про лошадок. Егор Летов сидел и записывал, что успевал, как Маяковский. И потом он расшифровать не смог то, что говорил солдат. Это было ощущение, что Летов как будто находился где-то, даже не знает, где сам он. Так оно и вышло, что две самых страшных в цикле Летова заглавные – реанимация и долгая счастливая жизнь. Убивать. В оригинале она называется «Теория катастроф» и посвящается глобальным природным стихиям про то, как они наблюдают со своих высот и широт нашего Гамазна, в том числе и Летова, после чего регулярно выносит вердикт переключить на черно-белый режим и убивать. Плюс добавлено личное рассуждение Летова касаемое сущности праздников и торжественных дат. Это одна из самых простых чистых эмоциональных песен Летова за последнее время. Убивать – теория катастроф самая длинная из 28 и крутилась она вокруг одной фразы «Постигая такое, что не хочется жить». Есть такие вещи в жизни, постигая которые, сталкиваясь с ними, понимаешь, и после этого очень трудно продолжать. Жить, оставаться или становиться человеком. К подобному состоянию, видимо, относятся большинство деятельных людей, которые идут в солдаты удачи, в наемники, в альпинисты, в наркоманы, творческие люди вообще. Переходим к оформлению коробки. Альбом оформлен коллажем. Коллаж, что означает техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, характерным для творчества Летова, на котором присутствует, в частности, члены группы. Если открыть коробку, то мы можем увидеть очередные фотографии гражданской обороны из архива. И, конечно же, диск, где стоят члены группы гражданской обороны справа Летов. На лошадке сидит ее жена Наталья Чемакова и, конечно же, гитарист слева Чесноков. Если вытащить диск из коробки, то мы можем увидеть новый логотип гражданской обороны. Будто бы их официальный шрифт. И, конечно же, как и во всех коробках, присутствует книжка с текстами песен. Ну, вот такой вышел обзор. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Если вы хотите побольше таких обзоров, подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. С вами был я, Форлобой. Михаил, как угодно. Всем пока.